Книги поэта Первой мировой войны Писал революционные стихи Первые поэтические опыты были одобрены критикой Понравилась его работа В 1908 году уехал в Италию Где познакомился с Максимом Горь После возвращения из Италии поступил в Московский университет Но не окончил его Так как был исключен в 1913 году В Москве Клычков подружился с Есениным Надо сказать, что именно ему Есенин посвятил стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу» Ну помните, шикарная песня Получилась из этого стихотворения Вот и для меня это новость Что оказывается, Сергей Клычков посвятил стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу» Скульптор Коненков так сказал «Два Сергея, два друга, метель до вьюга» Это о Есенине и о Клычкове Сергей Клычков отличался Выразительной внешности Черты лица его были крупные, резкие Но правильные Посмотришь на него, да послушаешь окающий его говор Ну ясно дело, русский мужик Смекалистый, толковый, речистый Грамотен, с хитрецой, писал Клычко и Любимов Анна Ахматова назвала его «Князем Мышкиным русской поэзии» В 1911-14 годах в издательстве Альциона Вышла в свет его поэтические сборники «Песни и потаенный сад» Ранние стихи Клычкова Созвучены со стихами Есенина, Клюева, Ганина и Орешина В 1914 году Клычков был призван в армию И служил в 427-м зубском полку Кельсингфорсе Это ныне Хельсинки, кстати В течение года прошел сегодня офицерские звания И получил чин прапорщика В 1916 году переведен на Западный фронт Был контужен, отравлен газами Провел в мокрых окопах на берегу Двины Вместе с солдатами Затем Клычков был переведен в Балаклаву Кстати, туда в Балаклаву отправилась За днем его жена, будущее, Лобова С 1919 года Клычков живет в Крыму Дважды чудом избегает расстрела Сначала махновцы, затем белогвардейцы А в 1921 году вернулся в Москву Работал в журнале «Красная новь» В издательстве «Круг» Упускал много различных сборников Дубрава, в гостях у журавлей Домашние песни «Гость чудесный» Клычков прошел среди современников Немодным и архаичным поэтом-крестьянином Но история доказала, что он внес огромный вклад В старообрядческое культурное наследие Так как поливизировал мистическую культуру Народного траверского быта И вот есть такое мнение Современных исследователей Что в России родоначальником Магического реализма Может быть назван Сергей Антонович Клычков Кричайший певец сказочного мира народных повеерий Три романа опубликовал Сахарный немец в 1925 году Тертухинский балакир в 1926 Князь мира с вечными вопросами Жизни и смерти И сторожением нечистой силы Активно занимался переводами Литературной обработкой эпосы народов СССР В 1937 году Сергей Клычков был арестован По обвинению в принадлежности К антисоветской организации Трудовая крестьянская партия Вообще, конечно, 1937 годы жуть 8 октября 1937 года Приговорен к смертной казни И в тот же день расстрелян Ну, в 1956 году реабилитирован Вообще, так вдуматься, да, 1937 год? Сколько людей погибло? Сколько было обвинено в шпионаже? В антисоветской деятельности? И правда ли это? По-моему, это никогда никто не узнает Возможно, его прах покоится В братской могиле На Донском кладбище в Москве Вот такая судьба, биография Сергея Антоновича Клычкова Ну, а теперь я хочу немножко Почитать вам стихотворение Первое стихотворение написано в 1917 году Оно называется «Предчувствие» Золотятся ковровые нивы И чернеют на пашнях комли Отчего же задумались ивы Словно жалим родимой земли Как и в старь месяц облаки вводит Словно древнюю рать богатырь И за годами годы проходят Пропадая безвестную ширь Та же Русь без конца и без края И над ней дымок голубой Что ж, и я не пою, а рыдаю Над людьми, над собой, над судьбой И мне мнится в предутрии Пламя под бедой затеплится даль И сгустила туман над полями Небывалая в мире печаль Красивое стихотворение Следующее, ну, это кусочек стихотворения Мне штык был другом добрым Защитник мой и страж Не раз прижата к ребрам Он отбивал палаш Но раз безвестный ворок Припертый им врасплох Скатился под огорок Отдав последний вздох С тех пор ко мне он ходит В глазах с немой тоской И по подушке выводит Холодной рукой И вот теперь покаюсь Что затаивший крик Спросонья я хватаю За мой бывало штыки Часто вместе с гостем Мы слушаем вдвоем Как разбирая кости Хрустит он лезвием 1929 год Следующее стихотворение Написано тоже в 1929 году Должно быть я калека Наверное я урод Мне Должно быть я калека Наверное я урод Меня за человека Не признает народ Хотя на месте нос мой И уши как у всех Вот только разве космы Злой вызывают смех Но это же не причина И это не беда Что на лице личина Усы и борода Что провели морщины Тяжелые года И полон я любовью К рассветному лучу Когда висят над новью И полон я любовью к рассветному лучу Когда висит над новью полоска кумачу Но я ведь по коровью не праздник не мычу Но я ведь по коровью на праздник не мычу Я с даром ясной речи я чту Я с даром ясной речи и чту я наш язык Я не блею овечий и не короткий мык Скажу я без досады, что доживя свой век Средь человеческого стада умру как человек Следующее творение называется «Месяц» «Месяц, месяц, встань за Ивой, мне в разлуке тяжело» Следующее стихотворение «Месяц» называется «Месяц» «Месяц, месяц, встань за Ивой, мне в разлуке тяжело» «Друг весенний, лучше пугливый, вместе выйдем на село» Постучился у крылечка Глядь на милую мою Я же в церкви недолечка в темных липах постою Ночь по небу звезды кружат, свежим полем шелестит Ах, о чем, мам, о чем-то же тужит и о ком она грустит Посвети ей на колечко, посияй в ее кремне Может выйдет на крылечко, может вспомнит обо мне Отвернется, не ответит, не изменится в лице Пусть умилый месяц светит, одиноко на крыльце Красивое стихотворение И последнее стихотворение Сергея Клычкова Называется «Заряница» Лук в туманы нарядился, в небе месяц народился И серпом лег у межи, над серпом горят зорницы Зорят жито и пшеницу, бьются крыльями ворожей Сток, как дружка на поляне, и бока его в росе Звезды клонятся в тумане, скоро выйдут поселяне И согнутся в полосе И до вечера ножнее, не сложа усталых рук В громкой песне и молитве будет славить дедов плуг Вот все, рассказал я о Сергее Антоновиче Клычкове Русском поэте, прозаике, критике и переводчике Все, всем пока, всем привет, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok